А сейчас я передаю микрофон лидерам, с которыми мы работаем уже не первый год в этой комнате. Особенная черта этих людей, они не признают никакие оправдания, не признают оправдания прежде всего для себя. Если они здесь, если они в этом бизнесе, то у них нет полутонов. У них нет такой, сегодня я работаю, завтра я не работаю, сегодня я еду на события, завтра я не еду на события. Они не могут работать в полсилы, у них нет просто оправдания. Я знаю, какая нагрузка у них и семейная, и все остальное прочее, но они все успевают сделать. Они все успевают быть, и самое главное, они ни одного события, ни одного путешествия от компании не пропустили. С огромным уважением и признанием, я передаю микрофон, биопедная звезда, лидерам компании, с Качиловым Натальей и Василием. Потому что 16 лет назад, благодаря этому продукту, я стала здоровой. И вот разве можно о такой продукции не рассказывать людям? Ведь философия компании — это выбор отличного здоровья. И вот эта философия, она полностью заложена в нашем продукте. И, конечно, нам каждому хочется рассказать, каждому об этом продукте, чтобы он принимал, чтобы он получал какие-то результаты. Но самое главное, ведь мы не только должны рассказывать о продукте компании. Сейчас очень сложное время, и люди говорят, очень сложно, очень сложно найти деньги на этот продукт. Вы знаете, в компании есть все возможности для того, чтобы покупать этот продукт. И, конечно, вторая наша обязанность — это рассказать о заработке, который мы можем получить в компании «Вижем». Нужно просто, пригласив трёх человек, купить себе четыре баночки продукта. И на следующий месяц вам компания вернёт, если вы приглашили и порекомендовали этот продукт трём человекам, вам вернёт эти деньги, и для вас продукт останется бесплатным. Ну разве это не интересно? Но я сегодня хочу поговорить, наверное, более легко о тех возможностях, которые есть в компании «Вижем» для того, чтобы подработать себе на здоровье, подработать немножко себе в семью, для того, чтобы создать хороший, успешный бизнес, стать предпринимателем в этой компании. И я обещала в прошлый раз, что я буду основываться на крымском семинаре. И вот этого человечка, которого вы видите перед собой, если у вас план, мистер, да, это выступление Елены Шапошниковой, ВИП «Две звезды» на крымском семинаре. И она меня потрясла. Пусть не обижается Леночка, может, что-то я скажу из её выступления, но кое-что добавлю и сама, потому что каждое выступление мы, наверное, просматриваем с позиции своего «я». И я буду выступать именно так, как я поняла то, о чём рассказывала Лена, и то, что мне очень хочется донести до вас. И сегодня тот, кто работает в компании, мы должны себя позиционировать. Как мы должны себя позиционировать в этом бизнесе? Мы должны сказать, что мы предприниматели и помогаем крупной компании продвигать на рынок органическую, высокоэффективную продукцию для красоты, здоровья, молодости и долголетия. Вы согласны, что это правильное представление? Вот если кто-то со мной согласен, вот поставьте пятёрочки. Вот я вижу именно это так. Тань, остав предыдущий слайд, верни, пожалуйста. Вот, спасибо вам, ребята, кто меня поддержал. Я думаю, что у нас бизнес предпринимательский, потому что мы в рамках большой компании строим свой собственный бизнес. И, конечно, у вас должен быть у каждого вот этот план. Я вообще по работе, по своей специальности, первая, я инженер-экономист. И так как я была инженером-экономистом, меня учили мясной и молочной промышленности, меня учили составлять техплатный план. Поэтому и в нашей работе план – это очень важный момент. И каких три вида плана есть у нас? Вот он показывает, у меня есть три плана, и у нас три плана. Во-первых, это краткий план – бизнес-авизион. У нас есть развернутый план бизнес-авизион. Или это закрытие квалификации, или, как мы говорим, карьерный план. Но третий вид плана, который мне больше всех нравится – это план вашего успеха. И вот сейчас мне хочется о всех этих трёх планах с вами поговорить. Первый – краткий план для бизнес-авизион. Танечка, пожалуйста, следующий слайд. И посмотрите на этот краткий слайд. Вот вы знаете, Лена Шапошникова, я ей очень благодарна, что она… Таня, следующий слайд, пожалуйста. Что она нам напомнила о тех простых истинах, о которых мы забываем, придя в этот бизнес. Вот не вижу я этого плана, краткого плана бизнеса. Вот, спасибо. Но первый пункт этим бизнесом, этого бизнеса – стать продуктом своего продукта. Я думаю, вы должны его писать каждый. И я немножечко хочу расшифровать. Вот когда я начинаю с этого краткого плана, каждое первое число, или 31-го, или 30-го числа предыдущего месяца, я сразу пишу, сколько баночек продукта я должна принимать. И вы знаете, я бы сказала, что 16 по 4 продукта на каждого члена семьи. Но я хочу сказать, что у меня большая семья, у меня 5 внуков. И мы никак не вкладываемся вот в эти 16 баночек. Я покупаю бустер. То есть я, у меня дочь в этом бизнесе, мы практически берём на дочь этот продукт, я беру продукт. И вот так мы как бы покупаем этот продукт. Но стать продуктом своего продукта, что такое 16 баночек продукта? Ну, 2 члена семьи – это по 8 баночек продукта. Это минимум, который человек должен принимать, чтобы 90 макро-микроэлементов фактически работали каждый день в его организме. И если вы не запишите этот пункт, если вы не будете знать, как работает этот продукт, а у нас бывает очень много и нового продукта, который появляется, как вы его сможете рекомендовать? Никак. Поэтому появляется новый продукт, пишите. Вот Делонгер, все ли его попробовали? А если не попробовали? Дерезет, многие люди пришли, ещё не каждый его пробовал. Кардиодрайв, Левлон, о котором говорила Татьяна. Ради Бога, станьте продуктом своего продукта, пробуйте, получайте на нём результаты, и это будет потрясающе. Потому что у вас у каждого будет свой собственный результат. И лучше продажи, чем свой собственный результат, нет ничего другого. Кроме этого, второй момент. Найти пять серьёзных людей. Это уже для бизнеса. Я думаю, построение бизнеса – это второй этап. Нам нужно заработать деньги на этот продукт, и нам нужно заработать деньги в семью. Поэтому этот пункт очень важен. Что такое найти пять серьёзных людей? Ну вот смотрите, если вы нашли ловеньких, это 950 CV. С вашей закупкой это уже 1140, и вы уже в квалификации ВИП. А раз вы в квалификации ВИП с пяти людей, то вы уже заработали 20%, да, как с новичком. У вас 190 евро, у вас уже зарплата около 15 тысяч рублей. Разве это не восхищает? Это даже выше средней зарплаты по нашему городу Кропоткину. И меня всегда вдохновляет этот путь. Поэтому, а чтобы найти пять серьёзных людей, вам надо сделать 25 встреч. Да? Если вы нашли, если вы, например, закупку сделали продукта на 190 CV, 13300 вам уже возрастилось, если вы нашли пять серьёзных людей, которые поддерживают вас в этом бизнесе. Кроме этого, найти 10 клиентов. Почему найти 10 клиентов? Ну, потому что нам такой продукт, нам его нужно продвигать, нам нужно рассказывать, нам нужно помогать людям. Если вы нашли 10 клиентов, то вот посчитайте, если даже по четыре баночки вы продадите по розничным ценам, ваш доход с каждого человека составит 3200 рублей. То есть 800 рублей с одной баночки предложенной клиента. С четырёх клиентов, вот как раз, с четырёх баночек одного клиента, это 3200. 10 клиентов – это 32 тысячи. Это хороший доход в семью. И вы окупаете свою квалификационную закупку 190 CV, и у вас ощущения остаются на какие-то нужды для именно членов своей семьи. Но и самое главное – научить вот этих 5 серьёзных людей первым трём пунктам, то есть стать продуктом своего продукта, найти им тоже 5 серьёзных людей и найти 10 клиентов. Я думаю, вот это… Я не работаю. Квалификация ВИП – это 3 старших консультанта. Но я думаю, что 5 серьёзных людей, вот к этому я всегда стремлюсь к большему. Вот это самое главное. Если вы написали 5, даже если сделали 3 и закрыли квалификацию ВИП, согласно краткого плана, заработали в семью почти 50 тысяч, ну это прекрасно. Но если вы выкупите ещё и бустер, то вы понимаете, что эти… Вот смотрите, 10 клиентов нашли. Танечка, оставь план, не торопись, пожалуйста. Верни предыдущий слайд. 10 клиентов нашли, и если этим 10 клиентов вы посчитаете, вы продадите, это как раз бустер для этих 10 клиентов. Если вы выкупили на 190, а что вы будете продавать клиентам? И не считайте чужие деньги. Всегда клиентов продавайте по розничным. Это ваш заработок, это ваши возможности развиваться в этом бизнесе, это возможности строить этот бизнес, это возможности изменить качество жизни. Если, например, 2 клиента, ну, например, или 5 клиентов, у вас пришли в статус, они хотят покупать со спидкой на следующий месяц, что мы делаем в следующем месяце? Найти к этим 10 клиентов, ещё 5, а лучше напишите 10 клиентов. Этот статус вот 10 клиентов, он постоянно у вас должен пополняться, потому что 10 клиентов дают чистой прибыли, самое минимальное я для вас посчитала, 32 тысячи рублей. Просто возьмите карандаш и посчитайте. Если вы будете иметь 10 клиентов постоянно, то бустер-кейс у вас будет продаваться, а значит 100% прибыли, 50 тысяч рублей, вы всегда с них будете получать. Это вот то, что касается краткого плана бизнеса Визион. И я думаю, вот это напоминание, которое дала Елена Шапошникова, она меня настолько возбудила, она немножко по-другому его рассказывала, но для меня вот это основа, основа нашего бизнеса. И краткий план бизнеса Визион, он должен составляться каждый месяц, и согласно этого мы должны с вами работать. Следующий момент, который мне хочется вам сказать, это развернутый план бизнеса. Пожалуйста, следующий слайд, Танечка. Развернутый план бизнеса. Посмотрите, это уже квалификационный план или карьерный план. И мне кажется, вот на первом этапе, значит, краткий план – это закрытие квалификации Визион. А развернутый план для бизнеса, карьерный план, он уже заставляет нас подумать, а какую квалификацию нам нужно закрыть, а куда мы с вами поедем, а что я хочу сделать. Вот вы знаете, сейчас очень важный момент в компании Визион. Буквально вот Инга вчера мне прислала письмо, Павел Александрович Дубров говорил с президентом «Фриден Групп», Нареком, Сараканяном, и уже на Магао и на Бали будет объявлено открытие тех стран, которые открывает компания. И весной это уже будет точно известно. И вам платят проживание, питание, открытие этих стран, вас вовлекут к работе, но для этого нужно закрыть квалификацию ВИП-двезвезды. И я думаю, в этой квалификации нужно быть уже с первых месяцев 2019 года. Поэтому сейчас, если вы в квалификации ВИП, закройте квалификацию ВИП-двезвезда. Ну что это за квалификация? Вы знаете, она не сильно тяжелая. Вот если на нее посмотреть. Посмотрите, если что такое товарооборот 4700, это 20 человек. 20 человек, которые приглашаете не только вы, но и ваши люди. И эти люди тоже приглашают по 3 или по 5 человек. И закрывают вам квалификацию ВИП. Вот видите, две квалификации ВИП. Вот если каждый по 5 человек пригласил, если вы будете дублировать вот эти 5 человек, то смотрите, 10 человек уже под вами, 5 человек в первой линии. Это уже 15. Ну и сам Бог велел еще 5 человек пригласить новеньких в эту свою первую линию для того, чтобы развивать свой бизнес. То есть в общем количестве усилием ваших людей первой линии, вашими собственными усилиями, приглашаете вместе в команде 20 человек. Если эти 20 человек делают закупку по 190 CV, вот вам, пожалуйста, 4000 CV. Но если эти люди закупают 475 CV, то вы посмотрите, ну это же потрясающе. 8 человек в команде, и вы, два ВИПа, и вы, пожалуйста, закупаете 4000 CV. Поэтому какими возможностями работать, планируйте сами. Эта квалификация ВИПа одна звезда, она дает возможность 1 месяц, продержать ее в эту квалификацию. А дальше нужно уже подготавливать своих ВИПов и идти к ВИП две звезды. Да, еще вот смотрите, заработная плата квалификации, если вы закрываете ВИП одна звезда, при 20 человеках проплачены, составляет от 25, это минимально, до 30 тысяч рублей заработка. Но стоит к этому стремиться, стоит идти по карьерной лестнице, и я думаю, да. И следующий месяц нужно уже планировать ВИП две звезды. Там тоже два ВИПа, они фактически у вас есть, пусть они вас поддерживают, новых людей привлекайте. И посмотрите, товарооборот, товарооборот 15400 CV, 15400 – это всего 80 человек. Но если вас будут дублировать ваши 20 человек, каждый пригласит по 5, это можно 100 человек займить. Вы знаете, я за первый год работы, у меня буквально за первые три месяца была уже команда 411 человек. То есть я больше 100 человек вместе со своими людьми приглашала в этот бизнес. Это всё возможно, потому что я делала. Человек, который ещё не знал, что такое этот бизнес. И я это делала, и вы это сможете, потому что самое главное – научить вот тех пяти людей правильно рассказывать вот этот краткий план. И ещё я расскажу о плане успеха немножко попозже, для того, чтобы это было понятно. И что такое 15400? Я уже сказала, это 80 человек активных. Но при этой квалификации ваша заработная плата – 10 тысяч рублей. И квалификация ВИП-2 звезды, если вы её будете держать, и если это поможет вам участвовать в открытии стран. Присоединиться к своим спонсорам, сказать «Я готов идти, я готов работать». Вы можете поехать на открытие таких стран, как Индия, Китай, Таиланд, Япония, Канада. Это те страны, которые будут открываться. И вы же знаете, что там Discovery бонус. Это огромный бонус, который вы получите не только от своей созданной организации, но от товароборота всей той страны, которую вы в команде сможете построить вот в этих странах. Поэтому, дорогие мои, у нас есть к чему стремиться, поэтому развернутый план бизнеса, карьерный план, нужно о нём задуматься и уже планировать. Планировать его на ноябрь, планировать его на октябрь, ой, на декабрь, планировать его на январь, февраль. И обязательно поддерживать эту квалификацию, потому что, ну, наверное, многие из нас уже в таком возрасте, когда выросли дети, и когда у каждого из нас появляется возможность действительно куда-то поехать, познакомиться с страной, поработать, заработать хорошие деньги. Ну, всегда мы помогаем своим детям, да? И когда дети увидят, что у вас в этом бизнесе всё хорошо, у них обязательно всё будет хорошо. Поэтому вот такой развернутый план, его обязательно нужно делать. Что ещё мы в этих планах должны себе спланировать, чтобы прийти к успеху, к третьему плану? Ну, обязательно товарооборот, я уже вам сказала, обязательно квалификацию. Ну, и, конечно, нужно спланировать Визион Ваяж, это бесплатная путешествия в компании, а Татьяна сказала, оно и в Италию идёт. Ну, и, конечно, участие в автопрограмме. И если вы уже сами не вошли ни в Визион Ваяж, ни в автопрограмму, ну, помогите спланировать Ваяж и программу своим людям. И я вам говорила о тех деньгах, вот когда считала не новый человек, да, что вы получите, ну, очень хорошую, получите очень хорошие доходы, и вы автоматически, выполняя Визион Ваяж, войдёте в автопрограмму. Кто слушал, вот в прошлый раз, был четверг, и мы об этом как раз говорили, вам обязательно надо запланировать количество встреч, количество звонков, количество контактов. Ну, количество встреч на месяц, которое я планирую, конечно, вот именно рендеву проведения на бизнес, это 25. Когда планируешь 25, к сожалению, работает закон Парета 80 на 20. Вот считайте. Если вам нужно больше пяти человек, значит, этих встреч нужно планировать больше. Звонков я делаю очень много. Каждый день, полтора часа, я работаю на звонках. И обычно за эти полтора часа я делаю около 40-50 звонков. Ну, и контактов, я работаю на холодных контактах, я работаю через фотострану, где-то у меня получается до 40-50 контактов. Конечно, вам нужно запланировать количество презентаций, которые вы будете проводить для бизнеса. И я думаю, на следующей школе мы расскажем о презентациях, которые проводит Дарья Иванина для своих людей. Я думаю, это будет очень интересный материал, и он вам обязательно поможет. Конечно, вам надо запланировать школы для новичков, школы для людей, которые в квалификации ВИП. Вам нужно запланировать школы для тех людей, которые новички в вашем бизнесе. Конечно, какой-то один общий семинар. Ну, и количество новых звезд, ВИПов, участников автопрограммы и Визион. Вот эти вещи обязательно нужно планировать, потому что если вы смотивируете одного человека на автопрограмму, в квалификации ВИП-одназвезда, вы можете автоматически и сами попасть в эту программу. Если вы найдёте одного человека, который вместе с вами захочет на Визион Ваяж, он вам сделает товароборот новенький 60 тысяч семьи, да, пожалуйста, и вы тоже автоматически попадаете в этот Визион Ваяж. То есть, помогая своим людям, вы прежде всего помогаете не только им, но и себе. Ну и как планировать? Я обычно, Танечка, следующий слайд, вот беру, как и Елена Шапошникова, черчу кружочки, рисую свою первую линию и уже разбиваю, с кем и как я буду работать, какой товароборот, от кого и как я буду ждать, кому из своих дистрибьюторов я помогу, кого смотивирую на путешествия, кого на автомобильную программу и сколько новых человек я должна вот когда прочерчиваешь такую картинку, когда в тебе есть четкое видение, кто тебе закроет ВИП, кто тебе это, у тебя эта картинка перед глазами и ты просто начинаешь действовать. Я думаю, ну я желаю всем, чтобы у вас вот такая картинка всегда была перед глазами. Работайте, планируйте, возможно, у вас есть лидеры и на второй линии, с которыми тоже надо поработать, которым тоже помочь чем-то. Все вот должно быть у вас в этой картинке. Вам нужно распланировать куда и когда вы сидите. Да, это очень важно. Я согласна, Олег. Вот лестница успеха. Вот здесь я уже перехожу к третьему как бы плану. Это тот успех, который вот если вы правильно планируете. Вот вы знаете, наш бизнес он рождается с мелочей. И надо вот эти мелочи очень четко учитывать. Вот смотрите, первая наша задача по краткому плану это закрытие квалификации видов. Второй шаг, который мы должны сделать, мы должны закрыть квалификацию, второй шаг, который должны сделать, мы должны сделать 2000 серий товарооборот, чтобы закрыть квалификацию с двумя ВИПами. Вот каждый ВИП по 2000, это получается второй шаг наш приведет к третьему, да, и мы закроем квалификацию ВИП 1 звезда. Нам нужно мотивировать людей, которые пошли на ВИП 1 звезду, на автомобильную программу, на Визион Вояж. И тогда ВИП 2 звезды вам просто обеспечено, потому что автопрограмма это уже 6 ВИПов в вашей команде. И я желаю вам успеха, чтобы вы вот так расчертили свою лестницу, по этапам прошли, в каком месяце что вам нужно, и действительно тогда крупный успех, вот он составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей, и тогда у вас всё обязательно получится. И не забывайте, что сессия у нас потрясающий инструмент, который всегда нам подсказывают, в сессии есть контакты, вот если вы нажмёте в сессии на ещё, есть контакты, пересмотрите свои контакты, может быть вы кого-то забыли, может быть кого-то пропустили, возможно ещё не всем знакомым позвонили с этой сессии, поработайте с сессией и приглашайте людей через сессию, это тоже возможность. Откуда я ещё беру людей? Ну я очень часто смотрю, вот у нас в Кропоткине есть такая газета, где есть доска объявлений, и люди ищут работы, я обязательно звоню, некоторые ищут свою вторую половинку, я этим звоню, то есть у нас много возможностей, понимаете, ищите, ищите на холодных контактах, ищите через своих знакомых, просите рекомендации, выходите в парикмахерскую, я всегда там работаю, и у меня нету сейчас одного парикмахера, я поняла, всегда имела одного парикмахера, я сейчас поняла, что чем больше парикмахеров, тем больше возможностей познакомиться с новыми людьми. Я на маникюр не хожу к одному мастеру, я к парикмахеру не хожу к одному мастеру, я хожу к разным, ну и конечно у нас и душа и тело должны быть в норме, Может быть, какие-то фитнес-клубы, интересы и так далее. Может быть, у вас есть какое-то хобби. У нас куча возможностей, откуда мы можем взять и привлечь людей. И тогда всё у вас получится. Но чтобы у вас получилось, нужен обязательно мустер-кейс. Потому что 10 человекам, 10 клиентам нужно продать продукцию, а её надо взять. Её надо взять именно, вот вы поработали, заразили человека, вы пригласили его на домашний кружок, поработали, и сразу хочет купить этот продукт. Он у вас должен быть в наличии, и вы должны его продать. И что я ещё хочу вам сказать. Бустер-кейс – это огромное количество продукта, которые вы можете собрать в этом бустер-кейсе. Но мне всегда не хватает этого продукта. И сегодня обязательно в бустер-кейсе, потому что для новеньких людей классическая линия – это очень важный момент. И имейте эту классическую линию обязательно у себя. Почему? Ну, потому что антиокс – это мощный антиоксидант. А нам антиоксиданты нужны, потому что что такое антиоксиданты? Мы дышим выхлопными газами, мы дышим плохим воздухом, у нас плохая экология. Мы кушаем непонятно какую… Вот и Клавдия пишет, мне не хватает. Мы кушаем непонятно какую пищу. И вся эта грязь. Мы принимаем иногда таблетки, потому что где-то простыли, где-то может появился насморк, закапывая в нос. А чем выводить? Конечно, эту грязь выводит антиоксидант. Кроме этого, он хорошо восстанавливает свойства кожи, крови. Он является очень мощным онкопротектором, наш антиоксидант. Потому что уже по предварительным данным, к 2020 году каждый пятый будет болен онкологией. И нам нужно себя защитить, нам нужно применять обязательно эту продукцию. Кроме того, дорогие женщины, антиоксидант, молодильное яблоко – это красота в капсуле. Вы всегда будете молоды, вы всегда будете привлекательны, у вас всегда будут блестеть глаза. Это то, что получаешь на антиоксе. Поэтому я просто рекомендую этот продукт. Я не буду подробно рассказывать о каждом продукте, но я хочу, дорогие мои, немножко вам напомнить. Вот ПАКС – это очень хороший антистрессовый комплекс. И мы живём в век переживаний, век нервов. Всё у нас так построено сейчас в этом мире. И вот эта разрушительная волна стресса отбегает по организму. И она разрушает наш организм. Поэтому, дорогие женщины, вот я хочу вам напомнить, что женская грудь – это орган стресса. И поэтому у нас есть проблемы какие-то. И если они у вас есть, то вы должны знать, что ПАКС – это продукт постоянного пользования. Чтобы вот эта разрушительная волна стресса ни в коем случае не придала вам хлопот с нашим самым основным и красивым местом, наверное, который любит каждый мужчина. Поэтому, дорогие мои, не знаю даже, как вам сказать. Поэтому ПАКС для вас всегда. Берегите себя. Потому что сейчас мастопатия – это процветающее заболевание. Фиброзно-кистозная мастопатия. Фактически, по последним данным, 80% женщин болеют. Это всё от стресса. И ПАКС – это орган-мишень. Совершенно правильно. Спасибо, Клава. Поэтому, ну, пишите об этом и обязательно употребляйте. Детокс. Танечка, оставь предыдущий слайд. Детокс. Вот я очень люблю детокс. Он действительно очень много, ну, как бы он восстанавливает нашу иммунную систему. И вы знаете, вот перед нами на Крымском семинаре выступала Ирина Архипова. Она практикующий хирург, да? Она гинеколог, эндокринолог. И вот, что она говорила. Вы знаете, что я заметила? Что если у вас есть какая-то опухоль, если вы в день принимаете 6 капсул детокса, размер опухоли уменьшается в 3-4 раза. Это её практические наработки. Поэтому это хорошее, то есть антиокс, детокс, пакс – это хорошая антираковая диета. Ну, а если вы добавите туда и хромвитал, да, с классической линией, это адаптоген, он улучшает усваиваемость углеводов, способствует нормальному перевариванию пищи. То есть это вообще хорошая онкологическая программа. То есть антиокс, пакс, детокс, хромвитал – это защита ваша от онкологии. Он хороший иммуномодулятор. Согласна. Он убирает всю грязь. Он выполняет основной закон природы – очистка и генеральная уборка в нашем организме. Поэтому обратите внимание вот на детокс. Ну, если у вас есть проблемы с щитовидной железой, то обязательно свелтформ за 30 минут до еды, пожалуйста. Очень хочу сказать о классической линии, о нутримаксе. Это нутриенты по максимуму. Это целая корзина очень хороших, качественных фруктов и овощей. И, вы знаете, многие люди сейчас недопивают воду. И вот синдром раздражённого кишечника – это проблема. И вот переваривание идёт мягко, когда мы принимаем нутримакс. Поэтому, если у вас синдром раздражённого тонкого кишечника, ради бога, либо синдром кишечника, ради бога, применяйте нутримакс. И это очень хорошее противовоспалительное средство. Кроме этого, вы знаете, это препарат, который работает очень хорошо на варикозное расширение вествии. Ну, и ещё о двух продуктах мне бы хотелось сказать. Это УРСУ. Это продукт мужского комплекса. Но, дорогие мои женщины, он нужен и нам, потому что состав его уникален. Там содержится коллоидное серебро, золотой порошок. Он решает, кроме того, что он работает на всю мочеполовую систему, он решает такие проблемы, как цистит, артрит. Он хорошо снимает поясничные боли. Он решает проблему остеохондроза. И вы знаете, если вы его принимаете два-три раза в день, вот я заметила, это действительно подтверждали и на Крымском семинаре многие, что он очень хорошо снимает вес. В наш век папилломы — это, наверное, чума нашего века. Папилломы, вы знаете, что очень многие этим страдают. И вот этот вирус человека, он ведёт себя беспардонно. И папилломы очень опасны в организме, потому что они могут даже привести к онкологическим каким-то проблемам. Поэтому урсу — это тот продукт, который, если вы будете постоянно принимать, убережёт вас от этой проблемы. Да, это спич, это спид, ВИЧ-заболевания различные и так далее. Поэтому, дорогие мои, и медисон, вот это фитоэкстрогены, это решение проблем остеопороза, это костная ваша система, это хорошая гормонозаместительная терапия, это продукт, который женщины в племактерический период позволяют себе хорошо себя чувствовать. А если вы добавите туда и артемиду, ну, вообще всё будет у вас прекрасно. Поэтому бустер-кейсу, ревлон, кардиодрайв, березет, о котором говорила Таня, кардиодрайв, от которого говорила Клава, наша классическая линия, медисоя, артемида — это те продукты, которые вам обязательно понадобятся для того, чтобы качество вашей жизни было хорошее. Но и бустер-кейс, если вы его продаёте десяти своим клиентам, вы зарабатываете, 50 тысяч уложили, 50 тысяч прибыли получили. Поэтому, дорогие мои, я желаю вам удачи. И я думаю, что наша встреча подходит к концу, мы очень сильно задержались, но мне очень об этом хотелось вам рассказать. Итак, до следующего четверга в этой же комнате в 20.00. Вместе мы огромная-огромная сила. Спасибо вам, что вы находите время и приходите сюда. У Натальи Ждановой уже глубокая ночь, она уже должна спать, но она сегодня с нами. Спасибо всем, дорогие мои, кто был на этой конференции. И до следующего четверга. Спасибо всем огромное. До свидания.